Окей, пока подключена Сега, запишу заодно Jewel Master. Это игра, которую я вообще так всегда мечтал купить, найти, как бы поиграть на Сеге. Потому что я один раз запустил на эмуляторе и понял, что вау. What's up on? A moment in time. Ага. Myth Guard. Вау. Prospered in peace until the first coming of Demon King. Жардин the Mad. Вау. Вау, я вообще-то даже удивлен, что она работает, потому что это японская игра, вроде бы. А может и нет. Она интересная, тут, короче, это не то. Да, Jewel Master. Тут, короче, в кольцах разные драгоценные камни, которые дают разные способности. Leading his Dark Legion, Жардин would step away from... Окей, сильно много текста. Вау. Такая Сеговская музыка. Звуки вот эти. Вау. Normal, jump, right hand, left hand. Close to the edge. А, это... Ну окей, погнали. Вау. Блин. Аааа. Вот я... Оу. Так, это левая рука, это правая рука. Ага. Вот. Тут, короче, можно выбирать, комбинировать всякие. Так, Flame Barrier. Ага. Вот это вот, именно вот это вот, это то, что я ассоциирую со словом Сега. Оно такое... Так, сейчас. Яркость. Оно на самом деле ярко. Вот так. Вау. Вау. Можно вверх бить даже. Ого, тут все можно. Класс. Тут игра. Ооо, вот эта плоскость, вот эта вот. Ты шо? Мне нравится. Музыка. Я вроде бы даже когда-то видел эту игру. А может, это была Лиша Драгун, в принципе, логично. Да, их скута отнесла. Так. Громковат. Ох. Ааа. Барьер. Так, а где здоровье мы? Прикольно. Это как такой на секунду неупобедимость. Это как щит. А? О. Музыка странная такая. Так, это... А, это блок. Ага. Ааа. Звуки. И такое все именно... Ой, там параллакс при этом, но она такая вся, ну, грязно выглядящая. Класс. Вот это вот именно... Мой самый такой любимый стиль в Сеге. О, можно спрыгивать. Ух ты. Окей. А, я дальше не был. Блин. Я просто когда играл на эмуляторе, то... Дальше не ходил. Я же могу дальше играть. Ты шо? Сейчас, надеюсь, жизнь не закончится. О. Какой-то новый джем. Барьер. Флейм. Так, а это... А, как их переместить? Эээ... Цэ? Ага. Ой, вот сюда. Спид ап. Файрбол. О, круто. Так, а это... Барьер. Ага. Вау. Теперь можно стрелять. Типа, быстрый огонь, это файрбол. Серьезно. Музыка. Я не могу. Вот это реально, вот это такая Сига. Ой, еще джем. Не, это похоже просто здорово. Я не могу понять, где тут оно отображается. Вот там внизу какой-то квадрат. Такой. Так, сейчас сильно ярко опять. Не могу все время на камеру смотреть. Надо выбрать самую яркую точку экрана, но оно все равно не надо решать. Сейчас еще раз. Вот сюда. Так, хотя бы окей. И моргает при этом, ну. И классно, что тут, ну, маны нету, не надо переживать за то, что не тратить патроны. О, тут реально нужен уже файрбол, потому что иначе к цветку не подойти даже. Всегда вынуждает, как бы. Вау. Она как мистикл нинджа. Класс. Какого она интересного года? По 90-го или 89-го? Ну, по крайней мере, мне... Какого-то крутого года. Такого, как... Ах. Вот за вот такое, за такие игры мне Sega нравится, чтобы было понятно. А не за всякие более поздние. Более поздние навороченные, это уже не Sega. А вот это... О, так, а нет, блин. Замер, я думал, босс. В самом деле, немного больше экшен, чем... Сейчас стрелять будет, ага. Честно, чтобы боссов не было. Будет обидно, если тут будут боссы. Скорее всего, будут. Куда без них. Ха, послование. О, присесть, наверное, помогло бы. Сейнтсорд немного напоминает тем, что... Там много чем. Кстати, вот эта вот игра у меня по-любому, ну, в топ. Ну, короче, на первом месте в списке самых искомых игр. И ее нигде нельзя было найти. То есть, я всегда искал картридж с ней. Так и не нашел. Вот теперь хотя бы на Еврдрайве поигра. Но я бы не отказался, чтобы целый картридж с ней был. Какие в детстве в такое играть? Я вообще, вот, вот, реально так не везло... На такие вот игры, именно, вот, менее известные. О, это здорово. Надеюсь, так. О, это дуал один, на самом деле. О, это не стерео. О, лучше даже. О, они, похоже, не умеют самонавляющимися бить. Они только по диагонали стреляют. Ага, с них нельзя. Интересно, с какое тут здоровье вообще? Меня же вроде как уже пару раз повреждали. Будет обидно, если тут какой-нибудь такой гиммик будет, типа того, что одна жизнь всю. Музыка поменялась, динамичность трона. Музыка поменялась. Субтитры сделал DimaTorzok С самого начала... О, ну хотя бы у меня остались мои кольты Так тут можно фармить таким образом Да, это такой чисто аркадный экшен, ну тут Типа, сколько пройдешь, столько и твою Как Castlevania Не очень Но стиль мне нравится, просто вот это ранняя Sega То есть грязная графика, музыка такая громкая Не отчёсанная все Вот это вот классно Реально не спутать ни с какой другой системой Системой Там, все-таки жизни тут... Не пойму, все-таки где жизни... О! Ага, это снять все кольца Вот это типа Flame А если сделать барьер и при этом еще вот этот... Скорость... О! Wave! А ну! О! Полезно! О! О! А если объединить, допустим... Speed Up... А, ну нет, нет, это понятно Сейчас... Flame и барьер А, нет, не получается То есть одно Defensive, другое Сам по себе Speed Up Я не уверен, что он меня ускорил По-моему, я так и ходил Он как-то ничего не делает, хотя... Не уверен Так, лучше с волной... О! Реально так и ускорило Хан Прикольно Сам по себе А, блин, вот это не совсем Барьер тоже нужен Хм... Надо выбирать постоянно, что важнее А, Speed Up Не, не, не вовремя Ну, жалко, что тут непонятно, сколько здоровья осталось в целом Потому что так тут запутанно и... Вот это квадрат, я так понимаю Слева от колец А, может, вот эти кристаллы... Ммм... А, нет, то значок флейма Это значит, что у меня там огонь А, вот эти вот кристаллы, это здоровье похоже Точно У меня просто было мало здоровья Наверное, просто у меня что-то повредило В конце концов Там столько всего наверху... О, да, я туда еду, хорошо Хм... Вейв достаточно-таки прикольно Вот это реально одна из игр, ради которых я Хотел овердрайв сюда Я прямо представляю... О! Как в неё смогу играть И... Вау! Наконец-то Да, волна не совсем полезная Она реально облетает врагов Фаерболл, в принципе, не такой мощный Ага, поэтому лучше... Так... Главное, беречь здоровье до вот этого... Типа босса Ага, бережет здоровье Возьму пока, пожалуй, фаерболл О, поменялась музыка А, это перед боссом она так... Так, сейчас главное, чтобы я опять не умер ни с того ни сего Я так понимаю, вот эта вот татуя, она просто оживет Вот, сейчас... Сейчас напрыгать начнет так же О, да, вот она оживает и прыгает, все правильно Нууу, я же блок поставил, а че? У меня пока и не хватает, как бы, колец, чтобы... Не, я не хочу продолжать Все равно, как бы, это начало самой игры, как бы, зачем Сейчас я хочу узнать, какой год О, 91-й все-таки, ух ты О, можно на паузе все-таки выключать музыку, я надеюсь Так... Че она такая сложная? Тоже вот обидно с этими играми Ну, понятно, их тогда делали, чтобы нельзя было пройти за один раз Но... Так, а у меня всего... Ого Без стрельбы, конечно, неудобно Барьер не помогал против этого босса То есть там надо было... Я говорю, я когда-то вот на рынке мы ходили И там телевизор был с покличной приставкой Те карты же продавали И там играла... То ли это игра, то ли Алишия Драгун Они, в принципе, одинаково начинаются, но... Да, наверное, Алишия Драгун Потому что там демо играло, и она там в воду падала Я помню, хотел поиграть Или у Тета, ну, она реально, в принципе, похожа Могло быть, одно из двух Кстати, немного напоминает Devil Hunter Йоку С неизвестностью своей И О! Кольцо Так, надо его... Теперь Файрбол Ммм... Или волну Да, лучше с файрболом, наверное Он надежнее Ммм... А если... Сейчас, а если, допустим... Сюда вейв, а спид ап отдельно О, а можно и файрбол? А, ну так уже я делал Вейв иногда помогает... Больше О! Я хотел бы еще отдельно... Спид ап Может... Тут тоже так можно? О, вот спид ап сюда, а этот... Никуда тогда Ну, а как его, типа, убрать? О! Он убрал все, кроме того, которые я хотел убрать А, ну окей Не, не флейм Ээээ... Я бы хотел еще, чтобы... Так... Вот этот сюда... И этот... Не надо... Больер... А... Оба пассивные, типа... Надо хотя бы одному босса пройти... Увидеть, какие еще тут уровни... Это сильно сложно... Так... Я тут уже был, поэтому я, по идее, должен знать... Как... Что... Шиноби... Пришел... Как шурикенов... Ааа... Приседать нельзя... Ну, зачем тогда приседание вообще делать, если... Оно не помогает... Ну, они достаточно низко... Они пытаются, типа, реалистичнее сделать, чтобы... Выглядело... Победительно... Но... Эффекта нет... Вечный компромисс... Ааа... Барьер надо добавлять... Уже второе мало... Ааа... О, вон... ХП... Так... О... Один блок всего... Угу... Надо будет... В... Кошку... Вот эту... В босса... Пострелять этим... Опять громко сильно... Ааа... Волной попробовать... А то фаербол как будто медленнее... Вот тут можно попробовать... Ааа... Вот этот... Сюда... Вейв... Прикольно... Такие сложные эти... Паттерны... Ааа... Блин... Так... Тут... Я лучше фаербол... Как-то... Ммм... Ага... О! Музыка... Так... Я думал, что Барьер помогает... Он, получается, что... Не от всего помогает... Или это вообще не тот барьер? Может он от всяких там проджекталов, от выстрелов, но вроде в меня никто не стрелял. Так-то континью, но... Барьер вообще непонятный. Я с ним так себя ощущаю, типа, ну, как, неуязвимым, но на самом деле он похожий. Не для этого. Так странно, вот, кстати, на сене получится находить какие-то игры и... ну, вот раньше я... А ну, прыгать умеет? Нет. То есть, я, ну, пытался найти картриджи с играми, которые у меня в детстве были. Это, по сути, ностальгия. Но вот когда находишь новую для себя игру, крутую, ну, в таком стиле, то... Оно по-своему ностальгично, вот даже тем, что вот я, допустим, не могу один и тот же уровень пройти много раз. На эмуляторе можно было бы, там, сохраниться перед боссом и с того же момента продолжать. Но когда играешь с приставки, то оно по-другому и, ну... То есть, такая ностальгия не по именно этой игре, а по тому, как ты пытаешься пройти и привыкаешь к тому, что, ну, как бы, уровень запоминаешь, там, и все такое. То есть, лучше, ну, как учишься играть. Это тоже по-своему круто. Интересная музыка. Кстати, я King Colossus еще не прошел, надо будет позаписывать еще. У меня там, тем более, как бы, сейв мой есть. Тут батарейка не сядет, тут сейвы держатся. Та-дам-там-там. Здоровья максимум два всего. Вот эти, конечно, такие огромные, ну, много здоровья вот этих у каменных големов, так называемых вот этих. Они хоть умедленные, но... Эх, долго. Классный стиль. Вот эти вот статуи такие на фоне, классно, правда. Тут они, конечно, хитро поставили, чтобы ты, как бы... между двух огней был. Between two lights. Так, сейчас голем сразу надо попытаться избавиться. А, этот быстрый, вот почему. Сейчас еще один дурь. О, а где второй? Там уже их было два. А, так, а, я ранился. Ну, ничего, у меня зато больше здоровья, чем обычно. Я уже более-менее помню, где что. А, все равно не успел подпрыгнуть. Я нажал, и, ммм, все равно один хп остался. Так, барьер, ничего не делать. Значит, тогда можно сразу попробовать волну поставить. Так, а, ашка не так, кнопка сэшкой надо филировать. Спид ап можно сделать, и... Можно, да, можно, кстати, вот так. Можно быть быстрым, но при этом... А! Класс! Вот за это мне не нравятся боссы, понимаешь? Что ты играешь, все классно, и потом он просто убивает тебя с одного удара, и ты должен весь уровень проходить сначала. Фан! И нельзя с ним ничего сделать при этом. Если поставили прям возле босса. Он, зато я быстрее хожу, кстати. Вот так тоже вариант, кстати. Прикольно. А, без фаерболов тяжело, конечно. Может, там будут какие-то... Так, ну тут надо по-любому... Вот это с вот этим. Не, ускорение против этого явно не очень хорошая идея была. Да, я когда, по-моему, фаерболами в него кидал, это было лучше. А сейчас надо будет именно волнами попробовать, как я и хотел. Главное, добраться до туда. Там просто вот эти вот големы... Долго, конечно. А что же дальше будет? Дальше, небось, игра еще раз логнется. Интересно, на этом уровне возможно еще найти кольца, или тут все супер линейно? Скорее всего, линейно. Я помню, я Shadow Blasters когда увидел, то мне показалось, что это прям такая крутая игра, а потом я ее, ну... прошел за раз на следующий день. И оно так, как бы, обидно, потому что кажется, что вот в этих играх оно будет таким насыщенным. Вот как Saint Sword. Там прям уровни такие разнообразные, ну, в смысле, запутанные, огромные. А тут, ну, как бы, достаточно просто все. То есть просто вот сейчас идешь сюда, потом обходишь, обходишь, и там босс. Кто вообще придумал боссов? Зачем? Надо, кстати, реально по... Ну... Эту тему поисследовать там, типа, может, реально исторически какой-то... А, по-моему, первый босс в играх на Atari это Yars Revenge. Вот это вот. Такая штука за баррикадой из всяких... Мерцающих огней, которую нужно ее же ракетой разбивать. Тоже мне босс. А, все равно повреждает. Либо я только что просто не успел. Так, молим, я жду, давай. Ну, Дио. Странно, вообще не появился в этот раз. Ха, такое разве возможно? Здоровья, между тем, у меня уже меньше. Так, сейчас еще не конец. А-а-а. Так, вот сейчас реально надо брать... Э-э... Wave. Wave. О, тут можно... А-а-а-а-а-а-а-а...